Продолжение следует... Они не пришли на заявленную встречу с примирителем Союзом больниц, представителями Министерства социальных дел и больничной кассы. Государственный примиритель Хен Пярн, которого пригласил участвовать в переговорах с медиками Союз больниц, расценил абструкцию со стороны бастующих как нежелание искать компромисс. Однако генеральный секретарь Союза врачей Эстонии Катрин Рехема заявила, что с самого начала забастовки работников здравоохранения другая сторона изыскивала возможность задавить и прекратить акцию протеста, вместо того, чтобы начать решение проблем, вызвавших отъезд из Эстонии медиков и являющихся истинной причиной нынешнего кризиса. По ее словам, начало новых переговоров прекратило бы трудовой спор и лишило бы Союз врачей и профсоюз работников здравоохранения права на забастовку. По мнению Союза больниц, самым большим разногласием стало то, что предложенное повышение зарплаты предлагалось сделать в течение двух лет, тогда как бастующую требует повысить оплату труда сразу. Министр социальных дел Ханна Певкур отметил, что предложение бастующих медиков является неприемлемым, поскольку ляжет непосильным грузом на плечи налогов плательщиков. Со вчерашнего дня к забастовке присоединилась Ильяна Маская больница, отменив прием пациентов, а также некоторые виды обследований. В решении медиков продолжать забастовку их поддерживает и Союз пациентов, обратившиеся к правительству страны с просьбой принять участие в диалоге. Однако на неофициальном уровне пациенты уже начинают открыто высказывать свое недовольство, поскольку, ожидая приема врача по 2-3 месяца, люди теперь получают отказ в медицинской помощи и зачастую не могут записаться на новое время. Тем не менее, руководитель Нарвского профсоюза работников здравоохранения Наталья Метелица считает, что свое негодование пациенты должны обратить на томпе, которое довело систему здравоохранения до полного развала. Также она заверила, что в Нарве врачи готовы бастовать до бесконечности, пока не будут удовлетворены требования профсоюза по изменению системы здравоохранения в стране. Продолжение следует...